Война воров в Нижнем Новгороде 90-х В 1992 году в Нижнем Новгороде пыталась обосноваться чеченская преступная группировка. Что удивительно, в составе прибывшей делегации рядом с уголовниками были и штатные сотрудники милиции МВД Чеченской Республики. Целью этого представительства были одни – подмять под себя уголовный мир Нижегорачины, обложив данью зарождающийся частный бизнес. В ту пору в автозаводском районе была сильна группировка Геннадия Заранка по прозвищу Заран, впоследствии застреленного в микрорайоне Мещерское озеро. Как только автозаводской братве стало известно о приезде незваных гостей, собралось, наверное, человек сто. Мотивы, которыми они руководствовались, думается, меньше всего были продиктованы заботы о спокойствии на родной земле. Просто автозаводским браткам не хотелось делиться своими доходами от крышевания цеховиков, первых, еще полуподпольных частных предпринимателей. Но так или иначе, приезжих оборотни с милицейскими удостоверениями автозаводцы гоняли по всему городу, затолкали в речной вокзал, в то время там располагался ресторан, где и дали им бой. Посланцам криминального Грозного с трудом удалось выбраться с речного вокзала и отбыть в аэропорт. Да и то за счет того, что среди них были какие-никакие, а сотрудники милиции. Приезд Камо Сафари на примерно в это же время в Нижний Новгород приехал в поисках более спокойной жизни вор в законе Камо Сафариан. Он имел квартиру в Сочи, но жил в Москве, где кто-то расстрелял из автомата дверь в его квартиру. Поначалу Нижегородская братва приняла Камо благожелательно. Тогда он весь состоял из правильных воровских понятий. Но, пометуя прошлое, Сафариан повсюду ходил с оружием, видимо предчувствуя новое покушение. Это привело к тому, что уже вскоре в квартиру Камо явились сотрудники Волговятского рубопа. Хозяин схватился за пистолет, но выстрелить ему не дали. Сафариана арестовали за незаконное хранение оружия. В суде он вел себя вызывающе, демонстративно плюнул сотруднику милиции в лицо. Несмотря на это, срок ему дали небольшой – три года. Выйди на свободу, Камо вернулся в Нижний. Местная братва помогла ему справить квартиру в элитном доме на улице Трудовой, куда он позднее перевез свою семью. Однако бескомпромиссная борьба за собственное влияние в сочетании с желанием получить как можно больше денег привела к тому, что и в Нижнем Новгороде у Сафариана появились недоброжелатели. 20 января 1998 года на Камованов было совершено покушение. Киллер с чердака утром на лоджию вышел покурить брат Камо Казар Сафариан. Киллер, засевший на чердаке соседней девятиэтажки, одним выстрелом сразил его, пуля угодила мужчине в голову. И все-таки наемный убийца просчитался. В милиции говорят, что он целился не в Казара, а в его брата, но обознался. Казар был настолько похож на Камо, что и снайперская оптика не помогла выявить разницы между братьями. По горячим следам поймать киллера милиции не удалось. Местные жители вспоминали, что в день покушения видели у дома мужчину с зачехленными лыжами. Вероятно, винтовка была спрятана в чехле. Лицо стрелка соседи не запомнили. На чердаке осталась только снайперская винтовка СВД без единого отпечатка пальцев. Сотрудники областного ГУВД установили, что эта винтовка во время Первой Чеченской войны была в руках бойца российской армии. Солдат погиб, и оружие досталось боевикам Дудаева, после чего его привезли в Нижний Новгород. Сразу после покушения на улице трудовой сотрудники областного управления по борьбе с организованной преступностью, УБОП, провели обыск у вора в законе Зураба Аспанидзе по прозвищу Зура. Он снимал квартиру в доме номер один на улице Веди Няпина. Когда УБОПовцы постучали к нему в дверь, законник собрал и выкинул в окно сумку с оружием, которая упала на козырек крыши магазина обувь. В этой сумке оперативники обнаружили целый арсенал оружия, два автомата Калашникова, пистолеты, патроны к ним и стилет, изящную трость со скрытым в ручке лезвием. Когда Зуру осудили за незаконное хранение оружия, УБОП задержал Андрея Четнева, и тот не стал скрывать, что покушение на Сафари наорганизовал Аспанидзе. Это было в апреле 1998 года. На допросах Четнев утверждал, что купил ту самую снайперскую винтовку в январе 1998 года на Сормовском рынке. Но в тот же день он встретил Зураба Аспанидзе, который попросил снайперку для охоты. Отказать вору в законе Четнев не смог, и больше он эту винтовку не видел. За незаконную операцию с оружием Андрей Тютнев получил в Ленинском районном суде полтора года лишения свободы. Как только Камо узнал, что в убийстве его брата замешан Зура, последний почувствовал себя на ниже горачине неуютно. Выйдя из колонии Зураб сел на автобус, следующий до аэропорта. Поскольку никто из братвы не приехал встречать на свободе вора в законе, он понял, что покушение на Камо ему не простят. Поэтому Зура сразу же улетел в Москву, а оттуда, в Грузию. А Тютнев получил новый срок, за организацию преступного сообщества. Напомним, что члены группировки Тютнева с помощью известного фальшивомонетчика Юрия Лилинского печатали доллары, гривны и отечественные 500 рублевки, а еще контролировали поставки из Самарской области крупных партий героина. Решением суда Нижегородской области Андрей Тютнев получил 11 лет лишения свободы. Ссоры нижегородских воров в законе у центрального входа на Новосармовское кладбище похоронены братья Семерики. Рядом с Кладбищенским озером, место упокоения вора в законе Николая Батурина, которого знали по прозвищу «Китаец», его и Семерика-старшего, Владимира, при жизни связывали непростые взаимоотношения. Кто из них был прав и кто виноват, судить не нам. Но в завязавшейся междоусобной войне погибли оба. Все началось с непонятной гибели среднего брата Семериков Валентина. Как-то он отправился с приятелем отдохнуть на берег Ливенки, что в московском районе. Парней убили с особой жестокостью, перерезали им горло. Вор в законе Владимир Семерик долго искал убийц. Потом заподозрил, что к случившемуся может иметь причастность другой вор в законе, «Китаец». Слева вора в законе Николай Батурин, «Китаец», и Гей Елерджи, «Гей Гальский», 1990 год. Слева вора в законе Николай Батурин, «Китаец», и Гей Елерджи, «Гей Гальский», 1990 год. Насколько основательными были подозрения, сказать трудно, у мертвого не спросишь. Но над головой Николая сгустились тучи. Когда китаец возвращался с пикника по поводу дня рождения приятеля, криминального авторитета, в его иномарку подсели люди Семерика. По дороге они достали стволы и разрядили их в упор. В подвале строящегося на пустыре Сормовского района коттеджи тело китайцы закопали на полметра в землю. Через три недели сотрудники Волговятского рубопа задержали исполнителей убийства Семерика, а потом его нашли в тюремной камере повешенным. Официальная версия.